Как в муниципалитетах реализуются национальные проекты и приоритетные программы, сегодня проинспектировал глава республики. Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Цивильском и Красноармейском районах. С подробностями Дмитрий Ковалев. Эту дорогу в селе Богатырево строят по инициативе местных жителей. Щебеночное полотно решит многолетнюю проблему. После обильного дождя здесь можно было проехать только на джипе. На реализацию проекта от селян поступило более 500 тысяч. 4 миллиона из бюджета региона. Сверху до низу всегда грязище было, невыносимо проехать. Мужчины вот здесь около гаража оставляли. Это, как сказать, этот план, этот план, правильное решение. Планировали правильно. У меня здесь сын прописан, мы положили, вложили денег. Что делается, все к лучшему. Всего же до конца года в республике будет реализовано более 600 проектов, основанных на местных инициативах. Глава региона отметил, что эта программа стала востребованной. Дорожная сеть развивается и в рамках майского указа президента. Михаил Игнатьев проинспектировал ход работ в деревне Анаткасы Красноармейского района. Деревня, она развивается. Здесь и фермеры есть, и молодежь есть, и дети есть, и школьные автобусы этой деревни перевозят в школу. Проблема была, сколько лет озвучивали вопросы местных жителей, когда дорога... Новая дорога пройдет по этой улице. И перед подрядчиками стоит масштабная задача. Из-за грунтовых вод необходимо уложить плотный слой из песка, щебня и асфальта. Примерно вот и такой отметки. Дорога в деревне Анаткасы не должна уступать по качеству городским, отметил глава региона. Сдать объект необходимо до декабря. Работы кипят и на трассах республиканского уровня. Так новый асфальт укладывают на участки автодороги между Цивильским и Красноармейским районами. В этом году объем Дорожного фонда республики превышает 5 миллиардов. В приоритетном плане ремонт более 200 километров. В муниципалитетах продолжается и подготовка к новому учебному году. Кардинально преобразится школа в селе Богатырево. Вот этого капитального ремонта не хватало. Она какая старая школа была. Ну у нас мебель новая, все обновили. Компьютерная техника будет, роботная техника будет. У нас кружок, здесь стильный работает. Все есть. Спортзал прекрасный. Сейчас подрядчики меняют инженерные сети, окна обновляют фасад. Позади самые сложные работы. Строителям было необходимо укрепить фундамент и кирпичную кладку. Надо сделать все качественно и капитально. Потому что все это для детей, вот для наших дорогих детей. Они же хотят учиться в комфортных классах, чтобы для учителей хорошие, оснащенные рабочие места были. Комфортная среда тоже в приоритете. В районах республики начали оборудовать площадки для сбора мусора. Там устанавливают евроконтейнеры. 282 контейнера завезены. Вот такие? Да. Прежде всего установлены по городу Севиль 182. И прилегающая территория. Опытная, Рындино, пригород. В частности, в Бокатыревском сельском поселении тоже евроконтейнеры установлены. Сегодня 45 завозят. В кадрной площадке мы при помощи администрации района своими силами бюджет от поселения осилили. На данный момент мы первый месяц только с этим контейнером. Пока процесс изучения. А до этого у нас были железные контейнеры. В одной точке были там пять контейнеров. Они ежедневно уже наполнялись. То есть пять кубов в день наполняется. Глава республики отметил, что жителям муниципалитетов необходимо прививать культуру утилизации мусора. Если мы эту культуру не воспитаем, раздельного сбора мусора не будет. Власти муниципалитетов должны отвечать и за порядок. Глава региона указал на неухоженную территорию рядом с центром досуга в деревне Большая Шатьма. Казалось бы, что сюда не должна зарастать народная тропа, а на деле прямо у входа растут сорняки. Было бы неплохо провести субботник. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.